вот так сейчас видно так у нас все записывается выставляется в интернет вы согласны то есть вы не против я слушаю вас говорите пожалуйста так говорите что-то я не пойму какое слово говорите облегчение но вы микрофон маленько поближе микрофон как-то поближе маленько к себе микрофон чтобы слышно было так да ну и что так что мне вопросы непонятен что можно нет обличать кому и кого как обличать в этом смысл слово обличительство нет такого обличения есть обличие если согрешил брат говорит вы говори ему определенно решается конфликтная ситуация это язык или 3 глава 18 20 стихи если брат там согрешил где-то неправильно и ты промолчал он погибнет а его кровь я с тебя взыщу бог говорит ты мог его предупредить а если ты обличил его а он не послушался он погибнет а кровь его на нем а ты спас свою душу все ну да ну да а какая закрытая закрытая какая нет это никакого обличения не было открыто если ты видишь что он согрешает и сказать ему надо ты обличие его он камни разбрасывать на дороге подойди и скажи причина такая ты надо камни убирать с дороги а ты разбрасываешь я пример говорю и все что если он не соглашается значит на него какая-то управа должна быть об этом говорится так если против тебя согрешит брат выговори ему обличи послушался попросил прощения все кончилось второй вариант они по и понял ты возьми два или три человека и опять то же самое выговоре не послушать третий вариант уже ступенька скажи всей церкви верующим объявитом чтобы сказали как во время богослужа после богослужения или когда а если тогда не послушает если по он примирился ты приобрел брата потому что он был враг уже тебе а теперь если он не принял тогда он тебе будет как язычник и мытарь то есть он чужой человек с ними не общаться три этажа хорошо хорошо ну да это я понял то есть важно это сделать так чтобы как бы ну я понимаю да это и есть как бы описание отмечений ну а дальше у меня такой-то вопрос а так определяется как-то по описанию там можно ли в отечественных местах в целом везде где угодно можно совершать отмечения есть ли такие места где вот нельзя полетить брат и сказать ему там не разбрасывая камни но правильно ты долго голова то у тебя есть ты смотри выдержишь нет а бывает так человек выйдет сказала ему в ответ пояснили или обличили он вспыхнул такой нагородил если не скажешь один раз пожалеешь а скажешь сто раз пожалеешь лучше промолчи помолись посоветуй сам собой с хорошим человеком со старшим надо говорить или нет этого очень тяжелый вопрос ты на тропу войны выходишь выдержишь или нет если у тебя пятьдесят говорит тысяч а идешь против 100 тысяч выдержишь или нет прямо так но допустим какая-то душа обратилась женщина и она придет и обличать епископа ну такое нет существует определенная ранжир надо понимать примет он или не примет вот приехал президент а я его обличать буду во первых дано это или нет это право ты вымолил у бога пророки обличали царей на то пророки пророческая рука была на них а кто тебе разрешил это говорить и вот тут же могли арестовать и все и дальше тысячу раз будешь каяться зачем вылез то а ты лучше помолись это очень опасное дело да а есть какие-то формы принужденное и непринужденное обличение ну допустим как есть там ну в первых как бы заставляют людей ходить там раздавать литературу это как бы принужденное обличение то есть общественных местах не то что там знаешь люди там община вылезли вылезли вторая нет вот вам psychologically вылезли вот вот как в Так, вот такое есть. Господь говорит, это опять же дух пророческий. Иди и обличи царя, и не молодушествуй, чтобы я не погубил тебя, говорит Господь Иеремия. Он говорит, я молод, молодой, а иди обличи. Но это сказано одному человеку за сто лет. Поэтому это нельзя никак применить. А бывает такое? Да, бывает. Внутреннее. И человек говорит, я не могу, я боюсь, со мной то-то и то будет. Он говорит, молись тогда, и Господь как-то сделает это. Тут вариантов-то много. Идти не идти, когда идти? Главный вопрос, стоит ли говорить? А если стоит, когда сказать лучше? Как дядь Щукарь говорил, к Нагульному пришел, то он на него напустился. Ты такой стихонный говорит, надо было после обеда прийти, чтобы он сытый был, тогда бы он меня не тронул. Это тоже один из вариантов. Надо смотреть, выбрать момент. Подождать. Просто если опыта нету никакого, сиди дома. Не вылазь. Терпение. Да. Хорошо, а дальше, ну как бы я эти вопросы, я как бы все вам понимаю, суть, а вот есть такие нюансы, бывает, я там понимаю, понимаю, иногда задумываюсь, как мне оно не так. А книга большая, знаете, и даже если прочитать все, ну, все книги, то есть много чего можно не забить. Поэтому как бы и советую, и читать, и читать, и читать, и читать, и читать, и читать, и читать. Ну, не знаю, и сказано это писание, не сказано это. Ну, надо писание знать. Ну, вот, допустим, пророк Нафан, его друг согрешил, и согрешил очень тяжело. Сделал, нарушил две статьи уголовных, по которым за каждую смерть отнял чужую жену, а хозяина убил. И он тогда давай начать рассказывать в виде притчи. У хозяина, у одного богатого, было овечек много, а у соседа-то одна овечка была, овца. Так она была такая, что с его рук ела, на груди у него спала, а когда к тому пришел гость, он не заколол ни одной овечки, а у этого отнял, заколол. Он тогда сразу, что ему, он говорит, смерть ему, хотя за это он должен был заплатить пять баранов. Если быка взял, четыре быка взять, то есть уже определенная мера. А тогда он говорит, это ты виноват, это ты. У тебя сколько жен было? А у Урии Хитиянина одна в Версаве была. И ты его послал на бой, он полковник у него был, в охране. И послал туда, где смертельный бой, его все броют, и сказал, что отступите от него, чтобы его одного убили. Как сказать? Когда сказать? Какая форма? Это все не просто так. В Библии очень много примеров этих, и эти примеры надо знать. Брать пример. Нужно Писание исследовать. Это первое послание... Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-й, 11-й стихи. Ты должен Писание знать очень хорошо, как Серафим Саровский говорит, чтобы ум твой плавал в Евангелии. Только сказали, ты знаешь, такой пример был. Я теперь сделаю так-то. А как обличить? Он убийца. Ну, убийца и убил моих братьев. А тогда он начинает ему кричать. Было такое время, деревья стали избирать себе царя. Говорят виноградной лозе, ты над нами царствуй, у тебя хорошие плоды. А виноград ответил, а зачем мне царствовать-то? Мне некогда, мне надо, чтобы кисти налились соком. Пошли к яблони, она тоже ответила. А тогда пошли к терновнику, колючий. Он, изберите меня, я наведу порядок, Сталин или Гитлер. Он освенцем ведет, он гулаг заведет. И он, когда притчу-то этого рассказал, а потом говорит, кого вы избрали, кого, посмотрите. Но опять же он сначала на безопасное расстояние отошел, и там через ущелье кричал. Это же говорил и Давид. Вы как охраняете царя Саула-то? Вот, смотрите, это его сосуд. Вот это его копье. Меч его я у него взял. А вы охраняете. И он, когда увидел его, что ты за мной гоняешься, как за одной блохой. И он тогда заплакал, царь говорит, я виновен, виновен. Я неправильно сделал. Прости меня, Давид. А он зять был ему. Видите, примеров сколько из Священного Писания. А как лучше? Ну, еще раз говорю. Ты же жестоко будешь наказан самим собой, если ты вылезешь. Со Сталином разговаривает, говорит, если заметил, в глаза бегают все. А что тебе глаза бегают? И все испугался. Какое там обличать-то? Только подумал, а уже... Это надо, во-первых, чтобы внешне не проявлялось. Надо или не надо. Бывало так, что посылали женщину. А женщина эта стала говорить так и так. У меня было два сына. И один другого убил. А по закону ему надо предать смерти. А его второго-то сына-то убьют. Закон так и гласит. За смерть, смерть. Но он сын мой. Тогда у меня никого нет. И я... Понимаете, что в этом есть? Он сразу догадался, говорит. А тебя кто подостал? И я? Да. Ну, тогда... То есть помилуй, Авесолома. Ну, верни домой. Это твой сын. Тут, знаете, как умно все составлено было. Я сейчас вам говорю. А если вы пример этот не знаете, вам даже тяжело будет определиться, о чем я говорю. А верующий он сразу поймет. Ну, в принципе, да. Ну, как бы... Ну, что заключается с писанием-то мне? А еще хотел спросить. Леки, ну, в принципе, вы сказали, что нужно вымолить, выпросить, как бы, чтобы можно было обличать. Но, а вот, если, даже если такое происходит, если половая принадлежность, ну, грубо говоря, есть ли какая-то разница между женщиной и силой, но кто может это поделаться? Ну, женщина не должна сидеть. Но иногда Господь и выдвигает ее. Но это редкий случай. Есть мужчина, она в собрание не призывается, на людях она не должна появляться. Это ни у мусульман, ни у иудеев не поощряется. Пусть она... Тоже сказано в писании, да? Да, она будет лишена жизни. Ей нельзя этого говорить. Если мужчины дерутся, там, они убьют как друг друга? Вот борьба без правил-то. Борьба без правил. Он бьет его, ударил ногой между ног, ударил. Ну, видели вы такую борьбу? Там бить можно, пинать. Но если два мужика дерутся, а женщина решила помочь. Ну, а как она? Она рукой раз его между ног и захватила его за половой орган. И написано, и ей отсечь руку надо сразу. Руку отсечь. А мужчину ухватил, ничего ему нету. Разница есть? Да, есть. Там написано в писании так. Слово Божие существует для наставления, поучения, обличения. Иногда ничего не нужно говорить. Может быть, письмом надо. Выпишем место писания. И покажи ему. Скажи, посмотри, дорогой брат или сестра, может быть, это разобрать надо место-то. Как бы нам не нарушить. Ну, как-то не так. А я смелый, я прямой, я все говорю. Это наглый. Бывает так. И тут же по зубам получил, отскочил. Кому сказать, когда, в какое время? Писание, жития святых полны примерами такими. Это очень непросто. Поэтому не знаешь ничего. Сиди спокойно, тихо и молись. Бог выставит. Кому пойти, кому сказать. А по-другому бывает так. Он язва, кислота какая. Он везде вылазит, говорит, в каждой бочке затычки. И не к месту. И от него никто не принимает. Как сказать надо? Понятно. Ну, в принципе, я эти нюансы получил, этот вопрос вышел. Ну, в том плане, что хотел узнать побольше об этом вопросе. Ну, понимаешь, когда такой вопрос не задать, все равно, если он касается кисаниям, кисаниям всегда есть ответ на этот вопрос. Так, все, в писании все сказано. Вопрос закрытый, больше ничего не надо о нем. Тут все ясно. Если Библию знаете, вы узнаете, а Библию не знаете, ну, к чему ты, как сказать, а можно или нельзя? Таких моментов, вариантов много. и вы задаете вопрос, я отвечаю на него, а тут сразу другой вопрос возникает. Надо знать Писание. Священное Писание. Ну, если я не замечаю такие моменты, что даже вот я не знаю Писание, что бы нас не отрежало, что бы им не задавить таким вопросом, что бы им не задаваться таким вопросом, что бы людей не отрежало, ну, все равно все и есть Писание. Что наше жизнь это Писание. Ну, это иду по улице, там, будто это там, несколько лет назад, десять лет назад, сейчас, будет, вот этот вопрос возникает, всегда ответ на этот вопрос, вот я вот, сразу не так, а всегда истискал. Цель обличения такая, что бы не быть самому виновным, что ты видел беззаконие и не обличил, а другое, ты желаешь исправления человеку. Как сказать? От одного вообще ничего не принимается, он в грубой форме, а ты вот такой-то, ты сам такой-то, а другой види притчи, как-то в другой форме, скажет, и скажет то же самое, а потом подскажет, что за это вот и вот полагается, смотри, как бы душа не погибла, речь надо с позиции вечности рассматривать. Ирода как обличать? Он обличал его, Иоанн Креститель, Ирода, за то, что он взял жену брата при жизни его. И что он сделал, Ирод? Он отсек ему голову. А надо было? Надо было. А другому никому не дано было, только один, это самый величайший, из рожденных женами, Иоанн Креститель, усекновение главы. Он даже попразднует с 11 сентября. Ага, сентябрьский, когда даже нельзя не застреливать касаться, даже хлеба нельзя отрезать. Ну, так говорят. Ну, да, так говорят. Но я говорю к тому, что тирана обличать очень опасно. Сталина никто не обличал. Почему? Он на подходе его уже казнил и кончилось все. Не огорчает царя. Да. Надо быть очень внимательным. И такой вопрос ставит себя. Я пойду обличать. Нет, сиди спокойно, пока зубы на месте. Нет, не заобличает. Я хочу просто поправить, что я не для обличения, я просто, чтобы там понятие было. Ну, чтобы... Я часто вижу, ну, сейчас это ощущение, когда можно видеть такие места, где... не то, что камни слипаются, а стаяло с неба хобором. Поэтому... Поживу, как бы, не обращать на это все внимание. А вот... Понимаю, что это может быть и грешно. Я вижу, что это... А как бы, да, ну, вот я не в полном понимании, не в полной мере знаю писания, да, там... Недалеко не в любопытстве верующей. И все равно... В душе возникает как бы желание, ну, вот... Знаю, там просто одержанный даже человек. Ну, они знают, правильно или не правильно, когда это нужно сделать. Нужно ли это делать? Или там... Потом просто помолиться, попросить прощения за грехи, что я там не обличился, это, которое нужно было бы обличить. Ну, мы знаем два апостола. Верховный называется. Первый Верховный. Петр Павел. Апостол Павел однажды обличил Петра перед всеми. Он говорит, пока евреи твои не пришли, ты ел вместе с язычниками. А когда пришли, ты стал таиться. Годится ли это? Чего ты им потворствуешь своим евреям-то, чтобы его не обидеть? Ну, как старобряться. Видите, он сказал, мы говорим, вот видишь, Павел обличил Петра, а Ян Златоуст, это самый крупный, плодовитый проповедник, он говорит, дело-то в отчем, они как бы по договору, как бы. Он его сказал, я вот так делаю, но как отойти-то, не знаю, я тебя при всех обличу, Петр, а ты промолчишь. Тогда другие, которые пониже рэнган, там скажут, что Петр молчит, то и нам рот раскрывать не надо. Это два вола, которые впряжены в один плуг. И нам, говорит, пользы мало, если мы одного завалим, ну, обличением не спровергнем. И поэтому его обличил, и Петр промолчал, а другие голову опустили, Уже больше не стали таиться. Это иудеи, они крепко держались за еврейские обычаи, с язычниками пить есть нельзя. Послание Галатам. Это вопрос сложный, и поэтому Иоанн за того столкует так, что как бы по договору они это сделали? Ты меня обличи при всех. Понятно. Ну, в принципе, в принципе, ясно. Я еще хотел такую тему затронуть. Это, ну, как бы, есть такие, да, назовем их там общинами там организациями, ну, грубо говоря, протестанты, да? Это не... Почему именно мы с протестантом я хотел бы так не обратиться, а просто затронуть эту тему? Ну, это, как бы, это них тоже следует сложным образом. Мы возьмем, допустим, за эталон, за констанцию, в Библии их будет миллион слов. Ну, я понимаю, что это не так, я просто, как бы, с ковидкой говоря, миллион слов. Ну, если из них там эти секции, там все протестантские организации, если они даже искажат, вытерпнут, летит даже 200 тысяч слов относительно эталона, это все равно останется четыре пятых. И вот, как бы, я понимаю, что Слово Божье большие силы несет. И оно даже способно в искаженном виде, как бы, искаженном виде сбивать неправильную истину, неправильную, как бы, интерпретацию писания. И тем не менее, если там четыре пятых остается, то одна пятая ну, ничто. Понятно, что это грех нельзя там одной. Искажать и изменять и переводить. Скажем, добавляем и добавляем. Когда они все равно имеют силы, но хотелось бы просто им сказать, вот, начиная, когда появились эти протестанские организации, они появились, что-то говоря, 17-17 век начали справляться. Ну, 50-ники, баскинцы, и говицы, это же их же не было. Вот у нас в православии и христианство есть восьмого века. До этого было церковь римская, Константинопольская церковь была, были всякие греческие церкви, до этого были не вангельские события, а до библиотские события. Ну, то есть такой промежуток времени не было этих протестантов, а потом они появились и начинают как бы, ну, грубо говоря, творить книги писать, исказать, застоять людей. Просто хотелось бы сказать, чтобы люди увидели это и как напомню, ну, суть исторический, если человек образованный, то он должен понимать, ну, как мы, мы в детстве, понятно, нас там родители водят церкви, да, там, храмы, там, в отчину записывают, хотя, когда был ребенком, я в трестанских на жерях был и ходил на, как это сказать, на собрание вот этой вот трестанции, но это были организации, протестанции. Вот я хочу сказать, что слово Божие, оно сильно, даже, будучи ребенком, я был в протестанских организациях, в лагерях ездил. И в то время мне казалось, вот сейчас я вспоминаю, мне казалось, что это правда, то есть это истина, это учение, это вера, как бы. Но все равно, сейчас, когда я уже вырос, я понимаю, что это совсем не то. Это все организации, которые, вот грубо говоря, за 14-15 век, времена Калинда, Магелана, когда они Америку покадали, они приехали, конфессадоры приехали с индейцем, там, майя, мим, там, и чем остальным индейцем. И они не приехали туда с евангелем, или индейцем. Они приехали туда с харизем, с боссами, с короткой, убивали, жарили, грабили людей, и насиловали людей. То есть, так там, у нас уже это было, много веков, такие, вера была, православие была, церковные каналы были, а теперь они, начиная с тех времен, приходят к нам и свои правила, депутат, ну и зачем, если у нас есть вера. Я не понимаю людей, которые ведутся на это все. У нас есть вера. Мы пришли, там, организовали через 8 веков свою веру, и приходите теперь к нам, у которых уже за 8 веков до того была вера, и через 15 веков вы к нам приходите и пытаетесь свои движения навязывать людей наших обысков. Это грехи, вы не власть, что он грехи будет за нами. Есть ли смысл сбрасывать все, молиться за таких людей. Понятно, что есть? Нет. Я хотел сказать, что не пришли все время люди и не оккультурные помехать рукой Божией. Что сказать? Они имеют право говорить, человек свободный, а ты имеешь право принимать, не принимать. Кто им запретит говорить? Ну а ты теперь вот в этом разговоре, в диспуте докажи, покажи. Вот мы сейчас, у нас идут занятия по скайпу, как раз сегодня будет. Мы как раз проходим противосектантские материалы. Сейчас первая тема о священстве. Вы наши ресурсы знаете, наш канал? Да, конечно. Вот тут вы можете все это взять. Вот этот разговор мы выставим. А беседовать мы сегодня будем дальше. Продолжение о священстве будет о церкви, об иконопочитании, о крещении. То есть тем много. И они будут разобраны. Мы полтора часа, сейчас идут по теме, а полчаса вопросы и ответы. Вот сегодня с нами. То есть я сейчас вам скину, как кончим говорить. Как? Я просто не понимаю, как вы связываетесь коллективно. Я не знаю, конечно, я могу разобраться, но я не пойму, как вот все, что находятся в сайте, они одновременно смотрят один раз. Ну, как понятно. Мы собрались в одном доме сидим, или вот это называется чат Содружества. По теме один считает за сектанта, что сектант говорит, а другой там написано, православный должен отвечать вот так. Какие места Священного Писания. Тут очень понятно. Я вам советую присоединиться к этой группе. Ну, я вижу, когда вы закладываете видео, материалы, когда уже после этой собрании. А как вы присутствует на этой собрании, кто не понимает. Ну, вот сегодня вы побудете, если там человек 18, это немного. И у вас вопрос есть, вы у ведущего спросите, можно, нет вопрос задать, чтобы было как положено, не нарушать. И вам ответят на это. Не написать, а говорить, говорить. Прямо, прямо говорим, разговариваем. У вас есть вопрос, и вы задаете его. Ну, когда начинаем говорить, звук надо отключить, чтобы не мешать. А когда начнешь говорить, у себя подключишь звук. В скайп войти надо, в скайп. Вот как мы с вами сейчас в скайпе разговариваем, так точно так же все. Вот такой же разговор идет, так же друг друга видно. Я тогда постараюсь зайти туда, потому что я туда смотрю, как делаю ваши уроки, то и все я вам скину сразу сейчас, вы не отходите далеко, прям сразу скину. Я просто сейчас не дома, я дома буду, там, в течение часа буду дома. Вот, у нас в 2 часа по московскому времени, в 14 часов по московскому времени, посмотрите, это среда, пятница и воскресенье, три раза. Мы идем по порядку, весь Новый Завет проходим, а сейчас противосектантский. И еще вот хотел как бы подметить, мы тоже по этому поводу, вот смотрите, насколько основа Божия сильно, вот я замечаю такие моменты, вот когда люди находятся в организации, да, иди, 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 находятся, вот у нас есть церковь православная, мы все люди одинаково входим в храмы и церковь, и церковь. А вот когда человек находится, допустим, в организации Попедесантника, вот кто-то иди, иди, и у него не возникает вопроса, почему издревие, ну, тоже как бы организации, там, Попедесантники, там, ну, ботисты, ну, иеговы, почему у него не возникает вопроса, перейти туда, или перейти в другое место, а потому что, наверное, это слово Божие держит людей, а организации просто используют людей. Надо смотреть маленько... Это как Ага Боросеев сказал, когда есть вот круг, есть, а люди, это они, иди, вот мы идем в центре круга, к Богу, и мы все ближе, ближе и ближе, а если мы идем от Бога, мы все дальше, 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 то есть, если мы идем от центра, ну, там, где хорба какая-то, там, не хуй, не да, без права, где хатается, но там люди уже не видят друг друга, настолько не видят друг друга, что мы даже пристречем друг друга есть места, где не воюют ботисты, с протестантами, с православием, а нам нужно идти к Богу, к одному Богу, нас не должно быть много, и то, что там много церквей, храмов у нас, это не значит, чем мы другая организация, но чем организация, люди, вера, сначала идет выбор, а потом вера идет, потому что вера это правило выбора, там, евгений, тут вот какое дело, сейчас где-то идут занятия, вот та же, у еретиков-то, и они так же говорят, ну как православные долопоклонники-то не поймут, ну явно, что не поклоняйся творению рук человеческих, что они мощь раскапывают-то, ну, ну это же куда годится-то, вот пилят их и берут некрофилы, ну как они православные этого не понимают, они точно так же о нас говорят, для этого существуют места, где собираются, он-то тоже по-своему смотрит одно местописание, он на нем все основывает, вот узнал, Иегова звать, все, Иегова, 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 больше у них ничего нету, а на это налепили разные несуразности, и поэтому надо человека уговорить, или как-то попросить встретиться, побеседовать, открыть Библию, в спокойной обстановке, ну вот я харизма-то, это же беснование, прям видно, любому понятно, непредвзятое, если у тебя суждение-то, он орет, святой смех, хохочет, падает, трясется, ну где это видно, где это было, это бесноватый, упал перед Христом, так что, мы что судим, где, вот так рассуждаем о ком-то, а нас точно так рассуждают, и говорить, что не по Писанию, у них больше оснований, чем у нас, у нас Писание совсем не знают православное, мне легче беседовать с любым еретиком, чем с православным, у него нет авторитета святой Библии, он начинает предания человеческие, традиции, он не понимает ничего, это работа, большая работа, так что, ваш вопрос-то хороший, но еще надо на самого себя посмотреть, Clinic, я знаю, я это понимаю, но, я понимаю это, да, ну, еще как бы то, что, собрание, собрание, организация, организация, но, я повторюсь, когда Братин сидит по организации, у него не возникает вопросов, неужели они выдумываются, почему у него не возникает вопросов перейти и не гонят. По сути, они все вместе воюют против православной организации, против церкви, против христианинов воюют. А между собой они не воюют. У них не возникают вопросов. Это не надо, мне не подставить труда, и мне никаких вопросов не вызовут ходить в храме здесь или ходить в храме в другом городе. У них нет никаких вопросов. Они не пойдут и не воюют, потому что это организация. Неужели они не понимают это? Ну ладно, я сказал вам на это, повторяйте, не понимают. Поэтому главный вопрос, церковь или не церковь. Не надо уклоняться на то, что у нас курят, а у них не курят. У нас не пьют, а у них пьют. Это частности. Главное, что они не церковь. А раз не церковь, значит, разницы никакой нет какой он. Он не церковь, не корабля Божия. А первый вопрос, что они не церковь. Если ему это доказано, а он остальное не принимает. Но остальное это меньше. Разначения нет. Ест свинину или не ест. Суббота или воскресенье. Это двадцать пятое. Главный вопрос, церковь или не церковь. Если не церковь, никакого отношения ко спасению не имеют. У него нет там причастия, нету таинства. И поэтому он никакой. Вот я верующий пятьдесят шесть лет по Евангелию. Я никогда не спорил с католиками, с григорино-армянами, с коптами, с сирийцами. Вот пять. Которые имеют рукоположение от апостольских времен. Да, у них там много заблуждений. Побольше немножко, чем у нас. Но они церковь. Церковь еретичествующая. Ну, понятно. Я не прошу организации, не прошу эти. И заморские, кстати, и чудо у него ни к чему. Потому что не пришел в заморский человек к нам, к Евангелию. И не сказал организациям, которые он собрал. Придите в церковь, в храм, потому что это ваше. Вот из книга общая, и люди ходят в храм. Оказывается, не организация. Он же не пришел и не говорит людям, вот на тебе Евангелие. И следуй Слову Божьему. Так, скажите... Так, Евгений, скажите, у вас священник ведет занятия по исследованию Священного Писания? Да. Так, теперь вы идете на благовестие? Людям Евангелие выносите? По городу, по квартирам идете или нет? Вот и все. А как ты увеличишь талант? Как увеличишь, когда в 30-60-100 крат, если ты на месте сидишь? Как ты его увеличишь-то? Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Вы это разве не слышали? Ну, я не буду... Ну, не так, я просто не знаю. Может быть, они и раздаются. Нет, не они. Вы о себе скажите. О себе. Конкретно. Вы вот, Евгений... Были бы у меня книги, я бы смешал все, которые были, если бы поздно... Нет, не бы, а прямо ходите или нет. Вы в этот день ходили? Неделю назад, месяц назад, год назад ходили? Ну, и все. Ну, вот и весь ответ. По сравнению с теоретиками, вы мертвый человек. Они идут от двери к двери. Наша вера нам не поможет. Почему? А я, говорит, зарыл талант. То есть, он не потерял веру. Зарыл. А Господь, говорит, бросьте во тьму внешнюю. Он приращение не дал. Никто не обратился. Да как ты можешь молчать? Где твоя любовь? Мир погибает. Безбожий. Киеретики. А ты сидишь, здоровый, крепкий парень. Почему сидишь? Что у тебя любви никому нету? Ты сам себя-то растряси. Нашинкуй на мелкое. Так, все на этом сегодня. Да, все. А я хотел спросить вопрос личного характера. Вот, я смотрю ваши ролики, а вы советуете всем людям смотреть фильмы, там, один фильм, другой, третий, четвертый, там, вообще странно советуете? К фильму разница. Вы не смотрите. Вы меня спросили, я ответил. Я заметил, что тенденция у нас такая. Вы все смотрите фильмы неотечественного производителя. Так, вы видели фильм Иисус по Евангелии от Луки? Да, я видел. Искупление видели? Фильм Искупление. Пальцы давайте. Яков, видели Яков? Авраам. Иосиф. Моисей. Моисей. Иисфирь. Иеремия. Иона. То есть, я вам сколько называю фильмы, то они все библейской основы. Отдельно о Давыде, отдельно о Самсоне. А вы не смотрите, и поэтому мозги-то в камень превратились. Люди старались, легко доходит это. Так что эти фильмы-то библейского основания в себе имеют содержание. Вы звоните, Кама Гридеши, Иуда Бен Гур. Одиннадцать Оскаров взял фильм один. Показывает первый век христианства. Как люди обращаются к Богу. А я не проповедую и ничего не знаю. Фильмы хорошие. Это, ну, в натуре показано Евангелие. По Евангелию. Прямо по Евангелию. Евангелие от Анны. Я смотрел это про Иисуса. Ну, про Иисуса. Ну, вот я вам кого назвал-то. Это фильмы-то все библейские. Фильмы хорошие. Люди, он, возьмите, поставил Петр Мамонов фильм. Остров. Так туда ходили всеми епархиями. Прямо священник в церкви объявляет. И иду туда, как в церковь. Кинотеатры откупали. Что для православных показалось, что это... Ну, не надо, не смотрите. Никто не заставляет. Никто не заставляет. Но осуждать это нельзя, если хорошее это. Я если смотрю фильмы-то такие, которые на сайте на выбор, которые приближают нас к вере. Вот этот я назвал как раз фильмы, которые приближают. Вот эти фильмы. Они приближают. Вот когда их все посмотрите, у вас кругозор будет шире. А так, Писание не знаете, не помните. И с вами нелегко разговаривать-то. Так, все, сегодня давайте прощать. Прощайте. Так, у нас уже времени нет. Так, всего хорошего. С Богом. Алилуйя. Слава Божию. Отмечайте. Работу. Угу. מщorama.